Уважаемый Натан, вас беспокоит Алексей Навальный. Привет вам из Владимирской области, хотя я и не уверен, что вы сохранили о ней теплые воспоминания. Так начинается письмо политзаключенного российского Навального политзаключенному советскому Натану Щеранскому. В нем политик рассказывает о своих впечатлениях от прочитанной книги Натана Борисовича «Не убоюсь зла». Я хочу поблагодарить за эту книгу. Она очень помогла и очень помогает. Да, я сижу в ШИЗО, но когда читаешь о ваших 400 днях в карцере на пониженной норме питания, понимаешь, что есть люди, заплатившие куда большую цену за свои убеждения, пишет Навальный. Алексей имел в виду, конечно, того самого Натана Щеранского, советского диссидента 70-х и успешного израильского политика на рубежа веков. Он боролся за право советских евреев на репетриацию в Израиле, был одним из основателей хельсинской московской группы. Щеранского арестовали в 1977 году по обвинению в измене родине, шпионаже и антисоветской агитации. Приговорили к 13 годам заключение, но выпустили в 1986. Уже фактически была перестройка на дворе. Были многочисленные демонстрации по всему миру и Щеранского обменяли. Спустя пять лет в 1991 по-русски впервые вышла книга «Не убоюсь зла», в которой Натан Щеранский рассказывает о своей борьбе с советской властью. Навальный писал, что смеялся от того, насколько не изменилась ни суть системы, ни шаблон ее действий. Однако именно похожесть двух систем, по мнению политика, их идейная близость, их лицемерие и преемственность как основа строя, означают и такой же неизбежный крах для России и Путина. Я понимаю, что я не первый, но очень хочется стать последним или хотя бы одним из последних вынужденных это терпеть, говорит Навальный. Он переписывался с Щеранским до последних своих дней в колонии «Полярный Волг». Я рад приветствовать в нашем эфире самого Натана Щеранского, бывшего политзека времен Советского Союза. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Я хотел бы с вами поговорить подробнее о вашей переписке с Алексеем Навальным и спросить у вас, а какой вам фрагмент из писем Алексея больше всего запомнился? Спасибо. Переписка была очень значима для меня, к сожалению, я не могу назвать ее длительной, поскольку она зависела от того, насколько адвокатам дают возможность выносить эти письма или приносить мои письма, но со временем вообще адвокаты оказались под следствием и сейчас даже под судом. Но то, что меня сразу, ну, что я хотел сказать, подкупило, это чувство его, так сказать, внутренней свободы и понимания, он сразу начал с того, что обвинять надо не столько КГБ, сколько нас самих. Как же так получилось, что мы вернулись в ту же самую точку? Я думаю, то, что его явно волновало, как сделать так, когда мы в следующий раз получим такую возможность, чтобы мы опять ее не упустили. И вот этот его мотив в том, что что было, то и получается, но что мы обязаны переломать эту рутину, экклезиаста, как он говорит, цитирует экклезиаста, мы обязаны доказать, что на этот раз будет по-другому. И был там большой оптимизм во всех его словах. Я хорошо понимал этот оптимизм. Оптимизм не ввозу того, что он лично выживет. Довольно быстро в тюрьме, если ты не хочешь, чтобы КГБ тебя сломало, ты должен понять, что как долго ты проживешь, до тебя не зависит, до тебя зависит КГБ. Поэтому ты не должен даже мучиться этим вопросом. А вот как остаться свободным человеком до конца, до последних дней, это зависит от тебя. И вот это то, чем ты должен заниматься. И вот в Навальном очень чувствовалось именно вот эта вот свобода и оптимизм, что эта система неизбежно развалится. И он как бы благодарил меня за мою книгу, за то, что она помогает ему поддерживать этот его оптимизм. И для меня это было тоже очень трогательно, очень важно. И, как я сказал, это как бы весточка, которую старый профессор получает из своей Alma Mater, от студента, который продолжает его дело. И вот так именно мы оба себя и чувствовали. Материн Борисович, а в чем еще можно найти оптимизм, опору, ресурс? Ну, во-первых, в том, что ты остаешься свободным человеком, чтобы не произошло. А также в веру в то, что все люди хотят быть свободными, и только надо найти способ передать им, насколько ты счастлив от того, что ты живешь полноценной жизнью свободного человека. Так вот, я в письме своем упоминаю, когда его арестовали, если мне не было знаком, но, естественно, он все о нем знал и восхищался. Но, когда он поехал обратно в Россию, журналистка, по-моему, из BBC спрашивала меня, ну, как же он такой глупый, мы-то все понимаем, что его арестуют. Почему он так глупо себя ведет? И тогда я ей сказал, что это вы чего-то не понимаете. Его же цель не в том, чтобы спасать свою жизнь. Тогда бы он и не ехал бы в Россию, и, может, даже не начинал бы. Его цель в том, чтобы продолжить борьбу с этой властью. И самое лучшее, что он может сделать, это показать людям, вот я их не боюсь, и вы не должны бояться. И поэтому я ему писал в тюрьму, что вы, оставаясь свободным человеком в тюрьме, помогаете, поддерживаете миллионы людей, которые в тюрьме, либо не в тюрьме, но боятся быть свободными людьми. И вот я думаю, наш оптимизм должен основываться на том, что режимы, которые основываются на страхе, долго не продержатся. И на том, что мы можем своим примером заразить этих людей этим вирусом свободы. С этим невозможно не согласиться. Друзья, я обращаюсь к нашим зрителям, я вижу, вы активно присоединяетесь к эфиру. Поставьте лайк, пожалуйста, этой трансляции, напишите комментарий, подпишитесь на наш канал. Это все важно для того, чтобы нас увидело и услышало как можно больше людей. Натан Борисович, продолжаем. Много действительно рифм и перекличек, созвучий между временами советскими и нынешними. А как вы полагаете, был ли у России вообще шанс пойти по иному пути и в какой момент что можно было сделать, чтобы не стать СССР 2.0? Смотрите, безусловно, был шанс. Безусловно, мы, диссиденты, верили в то, что советский режим обречен. Когда советологи во всем мире объясняли, почему надо смириться с этим режимом, потому что это соответствует ментальности русского народа, и это очень большая держава, мы должны найти способ сосуществовать. Вот диссиденты понимали, что это настолько гнилой строй изнутри и основан на страхе. И мой друг Андрей Малерик в 1969 году написал книгу «Доживет ли Советский Союз до 1984 года?» И мы действительно верили, и так, в общем-то, более-менее произошло. Но вот тогда, когда Советский Союз развалился, был такой диссидент Володя Буковский, я, по-моему, пишу об этом и в письме Навальному, который наставил вот сейчас самое время провести суд над коммунизмом. Десятки миллионов людей убиты этим режимом. Необходим суд, который покажет всему миру из советского народа какая-то беда, эта идеология страшная. И большинство людей в мире не согласилось им сказать, этот режим, который умер без единого выстрела. И слава Богу, что он умер. Зачем нам этот суд? И что в итоге получилось? В итоге никакие усилия не были сделаны для того, чтобы коммунизма возврата не было. Для того, чтобы было построено нормальное civil society, гражданское общество. Казалось, что все это пойдет само по себе. И теперь в нашем мире уже не только в России, но вообще не марксистские теории захватывают весь мир. И нет никакого внутреннего сопротивления. Сегодня, если кто-то скажет, что я нацист, люди смотрят на него как сумасшедшего. А вот если он скажет, что я коммунист или я неокоммунист, я марксист-ленист, окей, почему бы и нет. То есть не было изучены уроки. И не было понимания у людей, которые пришли к власти, не было понимания, что необходимо срочно строить баррикады. То есть развивать гражданское общество. Для того, чтобы были совершенно независимые правительства и суды, и пресса, которые защитят нас от возможностей возврата к прошлому. Мому, о чем говорил в последнее время, я не был, к сожалению, тесно связан с Алексеем Навальным, я не был связан с его движением, я наблюдал издалека. Но, по-моему, одна из главных вещей, которая бы волновала, это как, когда у нас будет возможность, как сделать так, чтобы было построено нормальное гражданское общество, которое сделает невозможным возврата к прошлому. Ратан Борисович, спасибо вам огромное за разговор. Натан Чаранский был в нашем эфире. Спасибо. Всего хорошего. Друзья, спасибо, что смотрели это видео. Обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, расскажите о нас своим друзьям. Это поможет нам набрать новую аудиторию, стать больше, еще больше людей таким образом узнают о тех важных вещах, которые мы рассказываем вам на этом канале. Так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо, что остаетесь с нами и смотрите нас.